Здравствуйте! Вы смотрите Диалог. Сегодня с гостем программы мы будем говорить о работе комиссии по делам несовершеннолетних, о безопасности детей, защите их прав и профилактике преступностей. Присоединяйтесь к нашей беседе. Евгений Геннадьевич Миткевич, заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Гомельского облсполкома. Родился в 1965 году в Жлобине. Окончил Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины и Академию управления при президенте Республики Беларусь. Трудовую деятельность начал в 1982 году слесарем на Гомельском радиозаводе. Служил в рядах вооруженных сил. Еще во время обучения в ВУЗе в 1989 году начал работать учителем в средней школе номер 47 города Гомеля. С 1995 года прошел путь от заместителя директора по учебно-воспитательной работе в школе до первого заместителя начальника главного управления идеологической работы облсполкома. В 2007 году был назначен заместителем председателя Будокошелевского райисполкома. С 2010 года находится на нынешней должности. На вопросы, которые касаются деятельности комиссии по делам несовершеннолетних облсполкома, прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле 77 68 45. Здравствуйте, Евгений Геннадьевич. 10 лет прошло с момента, как был принят декрет номер 18. Вот за это время как изменилась ситуация в нашей области? Добрый вечер, Евгений. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Да, в 2016 году исполняется 10 лет, как был принят этот важный документ. Он был принят своевременно. За это время выстроена определенная система работы. Есть взаимодействие между субъектами профилактики соисполнителями декрета президента республики номер 18. Мы находим понимание в этой работе, понимание не только среди представителей государственных органов, иных организаций, но и также со стороны некоторых родителей, которые начинают понимать, что необходимо заниматься воспитанием своих детей. Вы могли бы выделить два-три основных фактора, которые с принятием этого декрета существенно изменили ситуацию? Чего не было раньше и что стало с момента принятия? Я хочу сказать, что эта работа велась и до принятия этого декрета. Велась работа по устранению причин семейного неблагополучия. Мы улучшили ситуацию с таким вопросом, как беспризорность, то есть меньше ребят стали уходить из дома, из учреждений образования. Кроме этого, решаются вопросы социального сиротства, уменьшается количество детей, которые признаются соответственно государственной защите, и уменьшилось количество родителей, которые лишаются родительских прав. А вообще сколько на данный момент детей нуждается в защите государства, и можно ли сравнить цифру этого года с цифрой 2006-го? Ну, я хочу сказать, что с начала реализации декрета, это с 2006-го года, у нас порядка 5300 детей, которые были признаны в государственной защите, отобраны у родителей. Была проведена с ними определенная работа, но не все дети были возвращены в биологические семьи. Хочу сказать, что за предыдущий год у нас эта цифра составила порядка 630 детей, которые были отобраны у родителей и признаны в государственной защите. По сравнению с 2014-м годом, значительно эта цифра увеличилась, потому что 2015-й год были определенные проблемы, сложности с теми событиями, которые произошли у нас в городе Гомеле, это гибель ребенка, ну и другими событиями, которые происходили в нашей области. Вот вы сказали, что с этими детьми проводилась определенная работа. Могли бы вы как-то расширить этот ответ? Какая именно работа проводилась? Ну, работа, соответственно, всеми субъектами профилактики, это восстановление детских и родительских отношений, это трудоустройство родителей, потому что чаще всего они не работали, это решение жилищных вопросов, даже решение вопросов, чтобы и родители, и дети имели документы, которых у них до этого не было. Вот та работа, которая проводилась, кроме того, это профилактика алкоголизма, это их кодировка родителей, ну а при необходимости направление в ЛТП. Продолжая вашу мысль, у нас достаточно много, наверное, есть семей, где рожают детей ради того, чтобы получать помощь от государства, и, собственно говоря, не сильно заботясь уже о дальнейшей судьбе самих этих детей. Вот скольких мам касается тема декрета о социальном иждивенчестве? Ну, я хочу сказать о том, что наша политика под нашего государства направлена на то, что создается большой спектр помощи именно мамам, которые хотят иметь детей, потому что огромнейшая поддержка, это и финансово, и материальное, и тот статус, который приобретает многодетный статус многодетной семьи, позволяет им решать те или иные вопросы. Мы сталкиваемся с такими случаями, что молодые мамы уже в 24 года, даже в 21 год, имеют уже троих и более детей, они не имеют никакого образования, никакой специальности, и из года в год они просто выполняют свои функции, функции матери, на свет появляются дети, это все очень прекрасно. Ну, вот мы анализировали прошлый год, и я хочу сказать, что, например, из 528 родителей, у которых были отобраны дети, представьте себе, 259 не работали. Это не только мамы, но и отцы. Другие, можно сказать, они порядка где-то 140 родителей работали, 90 мам находилось в декретном отпуске, но остальные это или места к лишению свободы, или это пенсионеры, или другой категории. Но мы же все понимаем, что декрет принимался в том числе и в целях, ну, чтобы способствовать росту рождаемости детей, да, потому что в Беларуси убыль идет, естественно. А так все-таки это плохо или хорошо, то, что государство так помогает и защищает? В декрете четко оговорено о том, что мамы, определена категория, что мамы, которые имеют на воспитании детей в возрасте до 7 лет, они под эту категорию не попадают. Кроме того, матери, которые занимаются воспитанием детей-инвалидов детства, кроме того, находящиеся в декретном отпуске. И вот мы недавно проводили такое совещание, семинар, где было сказано о том, что рассматривается, чтобы возраст детей увеличить до 10 лет. То есть будет предоставлена возможность мамам, если они занимаются воспитанием, если занимаются воспитанием, они могут им продолжать дальше и не подпадут они под действие данного документа. Если можно вкратце напомнить, вот какая все-таки конкретная финансовая помощь оказывается таким семьям? Размер этой помощи можете озвучить? Ну, размер помощи здесь предусматривается, соответственно, и многодетным семьям различные пособия. Это и адресная помощь. Кроме того, они имеют право получить единовременную помощь. Ну и кроме того, есть материнский капитал, когда рождается третий ребенок, но он рождается после 1 января 2015 года. Уже в этом году родители имеют право заявить материнский капитал для того, чтобы каким-то образом решать те вопросы, которые возникают. Ну, если государство поддерживает такие семьи, соответственно, возникает обратная сторона. То есть, когда ответственность родителей за нерадивое воспитание своих детей. Вот есть ли какие-то новые формы в работе с такими родителями, которые вы применяете на практике? Ну, я хочу сказать, что мы не стоим на месте. Мы прекрасно всегда видим наши недостатки, мы всегда анализируем нашу работу. И мы теперь свои усилия направили именно на работу на предприятия и организации. Мы пошли в трудовые коллективы и начинаем работать именно вот с такой категорией граждан через трудовые коллективы. Начинаем работать через родительскую общественность для того, чтобы каким-то образом оказаться. Кроме этого, мы вникаем в проблемы каждой семьи, видим их проблемы и стараемся оказать им содействие в решении той или иной проблемы. Поэтому главная задача – это достучаться до каждого такого гражданина для того, чтобы они занимались воспитанием и оказать им по максимуму какую-то помощь, чтобы у них не возникало в дальнейшем проблемы. Ну, давайте рассмотрим вашу работу на конкретном примере. В интернете широко обсуждается видео, которое недавно было в социальных сетях. Значит, я вкратце напомню суть. Молодая девушка набрасывается на женщину с ребенком, переворачивает коляску, затем мужчина жестоко избивает девушку. Вот расскажите, какие действия вы предпринимали по итогам этой ситуации? К ответственности кого-то привлекали, разъяснительную работу какую-то проводили? Какая была реакция у вас? Ну, хочу сказать, что по каждому такому факту, который имеет резонансное дело, мы выезжаем. Я выезжал в эту семью, я беседовал с этой девушкой. Ну, я посмотрел этот ролик также в социальных сетях, посмотрел, соответственно, комментарии. Вы знаете, меня больше интересовало не то действие, которое развивалось, потому что и то, что мы видим, представители комиссии по делам несовершеннолетних, правоохранительных органов, мы с этим встречаемся, потому что семейные скандалы, семейное неблагополучие, оно присутствует, к сожалению, постоянно в нашем обществе. Хочу обратить внимание на то, как вели себя те люди, которые в том же числе и вели съемку, и те, которые находились на улице, и те, которые выгуливали собак. Я посмотрел комментарии, когда начали возникать какие-то моменты, спор, какой-то район, Комсельмаш или Западный, понимаете? И комментарии людей по произошедшему. Поэтому здесь я хочу сказать, что, наверное, родители забыли самое главное о том, что у них на воспитании находятся дети. Там ситуация очень такая интересная, потому что это не супруг, это сожитель, мать имеет троих несовершеннолетних детей, милиция сейчас проводит проверку. Вы прекрасно видели о том, что этот мужчина совершил, соответственно, наказуемое деяние, но как повела себя эта женщина? Она начала за нее заступаться. Заявление она не собирается писать о том, что ей были нанесены какие-то телесные повреждения. Так и происходит у нас в других случаях, когда милиция приезжает по вызову на семейный скандал, когда, говорят, пишите заявление, с заявлением и писать не будем. И тогда милиция не может привлечь данного гражданина к ответственности. Так и в этом случае. Но мы сделаем определенные выводы. Соответственно, эта семья будет рассмотрена в седании комиссии и приняты какие-то конкретные решения. Понятно. Спасибо. У нас есть телефонный звонок. Давайте послушаем. Добрый вечер. Говорите, вы в прямом эфире. Здравствуйте. Можно, чтобы, вот пока еще школьный год не кончился, по учебным заведениям провели беседу детям разъяснительную, чтобы они не разрисовывали ни стены, ни двери, ни остановочные пункты беседки на остановках, а то они поописывали там все что угодно, понаписано, понарисовано. Понятно. Спасибо. Спасибо. Мы примем эту аквартирую к сведению, дадим определенные указания для того, чтобы провели еще раз беседу. Но я думаю, что эту беседу необходимо провести не только с детьми, но и с родителями. Я вот, допустим, по школе, где учатся мои дети, я вижу, что, в принципе, там довольно часто проводятся какие-то профилактические разъяснительные беседы. Я думаю, не только на эту тему. Я уверен в том, что не раз об этом было сказано, не раз было сказано не только на классных часах, но также и в тех беседах, которые проводят представители прокуратуры, сотрудники милиции, но и также комиссии по делам несовершеннолетних. Все принимается. Я думаю, что мы еще раз обратимся к этой теме. Спасибо. Евгений Ильич, сколько детей удалось вернуть в семьи? Есть яркие примеры, когда ради того, чтобы вернуть ребенка в семью, мамам и папам удается изменить свой образ жизни. Да, вы знаете, есть такие примеры. Если мы опять возьмем 2015 год, то обычно у нас где-то возвращается порядка 60% детей от количества, которое было отобрано. Если говорить в абсолютных цифрах, это 373 ребенка, которые были возвращены. Задают вопрос, почему 60%. Потому что некоторых детей мы не можем вернуть, потому что родители имеют заболевание, которое не позволяет им обеспечивать уход за детьми. Лишение родительских прав где-то порядком у нас 27-28%. Но мы всегда работаем и дальше. Например, обязанные лица, которые уже лишены родительских прав, мы продолжаем с ними работать. И вот в прошлом году у нас 37 обязанных лиц, которые восстановились в родительских правах. 27 февраля Управление образования в Рогачеве, в Рогачевском районе, Тихиничье, поселке, проводили областное родительское собрание именно с гражданами, чьи дети находятся, признаны, находящиеся в социально опасном положении. И вот пригласили туда маму из одного из районов области, которые были возвращены детям. И приятно было услышать о том, что она сказала спасибо тем людям, которые мне верили и которые мне помогли. Поэтому это многое значит. И эта работа проводится и будет продолжаться, чтобы уменьшить количество социальных сирот. Мы все с вами понимаем, что преступления, которые совершают несовершеннолетние, они происходят из-за того, что есть какие-то проблемы в семье. Вы могли бы привести примеры, то есть какие преступления чаще всего совершаются несовершеннолетними и что их толкает на совершение этих преступлений? Ну, если брать аналитику прошлого года, предыдущие лет, мы постоянно анализируем, смотрим, видим, то прошлый год нам принес такие преступления, рост это кражи. Ну, чем связана кража, это корыстная все-таки какая-то направленность. Кроме того, мы посмотрели, что чаще всего кражи совершают дети из неполных семей, дети, которые совершают кражи из неполополучных. Всем хочется телефон, потому что совершение краж связано с хищением телефонов в учреждениях образования, в общежитиях, а также из домовладений. Это хулиганство, когда подростки решили похулиганить, попрыгать на чьей-то машине, но это влечет, соответственно, применение каких-то определенных уже нормативных актов. Ну, и тот год, как и предыдущие, это все-таки наркомания. Наркомания, совершение преступлений подростками в сфере незаконного оборота наркотиков. Что движет здесь? Это легкая нажива, то, что можно заработать деньги очень быстро, но они не понимают, что можно заработать и от 8 до 15 лет. Вы проводите анализ, и состояние преступности в середине совершеннолетних в сравнении с прошлыми годами улучшается, ситуация ухудшается? То есть какая тут динамика? Ну, я хочу сказать, что нам все-таки за последние годы удалось стабилизировать эту ситуацию. Принимались определенные меры. Мы привлекли, я еще раз хочу сказать, общественность, трудовые коллективы, родители. Поэтому то, что проблему нам доставляет незаконный оборот наркотиков, то, что есть рост этих преступлений, кражи, хулиганство, ну, а по остальным мы все-таки добились такой тенденции снижения. Поэтому ситуация, что связано с подростковой преступностью, она стабилизирована. Ну, вот проблема реализации спайсов в молодежной среде для Гомерской области не теряет актуальности. При том, что несовершеннолетние прекрасно сегодня знают, что такое спайс, и какая ответственность за это наступает. Ну, речь идет о наркодилерах, естественно. Почему же все-таки наши люди продолжают этим заниматься? Их не пугают даже такие большие сроки ограничения свободы? Ну, я хочу сказать, что для молодежи свойственно, характерно, но это то, что это модно сейчас. Это компания за компанию. Это, если совершается преступление, например, сбыт, то я еще раз повторюсь, это финансовые какие-то выгоды, моменты. Это безграмотность некоторых подростков, хотя не раз мы объясняли, что за это следует. Мы объясняем также и родителям, и родителям. Поэтому, скорее всего, невнимание, безответственность в этом плане и порождает то, что у нас на данный момент такая ситуация, которая складывается с наркотиками. А как часто происходит ситуация, когда молодые люди оказываются вовлечены в такие компании, становятся что ли ведомыми, более старшими ребятами? Ну, вы знаете, мы тоже отслеживаем этот процесс. У нас за прошлый год порядка 100 преступлений, если я назову общую цифру из 470 преступлений, были совершены совместно со взрослыми. То есть зачастую взрослые втягивают несовершеннолетние, объясняя тем, что тебе ничего за это не будет. Тебя там пожурят, тебя там дадут условно, срок тебя не направят. И таким образом они стараются вовлечь подростков. И мы все эти моменты отслеживаем. И даже есть факты, когда родственники близкие вовлекают в противоправную деятельность не только своих детей, племянников. Есть такие моменты, такие факты. Ну вот, допустим, молодой человек, ну, не сказать, не по незнанию, а может быть, ну, вот оказался вовлечен в такую компанию, совершил правонарушение. На нем все, как на гражданине ставится крест. То есть это уже как пятном потом пойдет дальше на всю его жизнь. Или же молодые люди имеют возможность как-то реабилитироваться и начать жизнь заново, как-то чистые места. Вы знаете, Евгений, есть очень много примеров, когда вот совершение того или иного противоправного деяния, оно затем, как говорится, не ставит крест на его дальнейшей жизни. Потому что люди становятся на пути исправления. Они сумели получить образование среднее, поступить в какие-то дальше учреждения среднеспециального и профессионально-технического. Поэтому все зависит от этих молодых людей, но и от той поддержки, которая им будет оказана со стороны их близких, родственников, но и также, какую помощь им будут оказывать субъекты профилактики. Давайте продолжим эту тему. Можно ли справиться с распространением наркотиков? Такой вопрос наши корреспонденты задавали гомельчанам на улицах города. Давайте узнаем их ответы. Полностью нет, но бороться надо и как можно активней. А почему? Да я думаю, что родители в семье прежде всего. Упускают в семье ребенка. Я думаю, что это не семейная проблема. Это общество, улица, не занятость детей. Очень хорошо, что построили ледовые дворцы и всякие спортивные сооружения. И теперь уже молодежь больше привлечена к этому. Потому что детям в свое время тоже не было чем заняться. Это тоже решает проблему. Я думаю, занятость молодежи. Повлияет на того, кто употребляет? Не знаю, что употребляет. Если сам только захочет, то думаю, ничего не повлияет. Есть на это у нас милиция, которая должна отслеживать безобразие. Как бороться? Ну, конечно, разговаривать с детьми. Вести в школах какую-то работу обязательно. Дома родители должны внимательно относиться, общаться со своими детьми. Если у родителей нет контакта, то, конечно же, с детьми, то это будет большой плюс к наркотикам. Законы, я считаю, строгие. Это раз. Второе, больше общественности надо. Один одному помогать нужно. Если кто-то что обнаружил, неладное в семье, на улице, среди своих товарищей, нужно все это обсуждать, поднимать тревогу, я считаю так, потому что это очень сильное зло. Не дай Бог, наркотики связываются с этим. Должна церковь как-то тоже немножко содействовать. Религиозные организации, религиозные структуры должны как-то помогать. Ну, властям, скажем так, это мое такое мнение субъективное. И знаете, ведь наркоман – это человек, который упал духом и потерял свое лицо. Но Бог хочет простить его и помиловать. Я сама верующий человек, и я знаю, что бороться надо. Но какими-то, может быть, не очень такими методами, которые бы сразу рубили, или пресекали человека, может быть, как-то психологов как-то привлекать больше к этому, наверное. Ну, мое такое мнение. Мы продолжаем диалог в прямом эфире. Евгений Геннадьевич, прокомментируйте предложение граждан. Ну, вы знаете, Евгений, все, что сказали наши уважаемые граждане, оно совпадает с моим мнением. Потому что я тоже обычно, когда готовлюсь к такой передаче, делаю себе какие-то пометки, чтобы определить те или иные направления. Правильно было здесь сказано о том, что должна вестись ширкомасштабная борьба. Так говорили и граждане, которые участвовали в этом опросе. Ну, милиция наша, уважаемая, это выявлять, это, соответственно, задерживать. Если говорить о субъектах профилактики, они должны профилактировать. Вот о чем говорили граждане. Мы и беседы проводим, мы и фильмы показываем, мы и привлекаем различные организации, привлекаем и православную церковь для того, чтобы участвовать в данном направлении. Кроме того, хочу сказать, что здравоохранение должно не только профилактировать, оно и профилактировать, но оно и лечит. И правильно было здесь сказано об общественности, граждане. Граждане должны громче высказывать свое мнение по данному поводу. Я думаю, что они хотят, чтобы не было все-таки в нашем обществе вот таких проявлений, когда несовершеннолетние, а это дети, гибнут от наркотиков, которые семьи, родители страдают. И дело в том, что здесь надо активнее работать и родителям. Потому что прошлый год, и вот этот год показывает, что у нас преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, они совершаются сейчас в социальных сетях. Распространение наркотиков через интернет. То есть получается, им не надо выходить на улицу, они могут в интернете заказать себе спай, заказать себе наркотик. У нас в прошлом году была такая ситуация, когда двое подростков, обучаясь в профессионально-техническом учреждении, на перемене вышли, сделали звоночек на известный им адрес, заказали себе, но не дождались они желаемого, потому что приехала милиция. Поэтому я хочу сказать, что и родители, и дети должны прекрасно понимать, что субъекты профилактики, в первую очередь, милиция, она не спит. Она все видит, она все знает и выполняет свою работу. Ну вот давайте обобщим тогда. А сколько вообще несовершеннолетних находится на разных видах профилактического учета? Ну, я хочу сказать, что по состоянию на 1 января, например, у нас в инспекциях по делам несовершеннолетних находится 1600 подростков, с которыми проводится профилактическая работа. На учете, находящихся в социально опасном положении, 4600 подростков. Ну и, кроме того, я говорил о том, что признаны в государственной защите 288 детей. Если говорить вообще о населении Гомельской области, то она составляет порядка 270 тысяч. Поэтому можно высчитать какая-то часть тех детей, которые находятся на профилактическом учете. Вот и с ними проводится определенная работа всеми субъектами профилактики и с привлечением, соответственно, родительской общественности, с привлечением трудовых коллективов и других субъектов профилактики. Ну вот и сами по себе цифры, они, наверное, мало, что скажут нашим телезрителям. Если сравнивать с соседними регионами, с соседними странами, это много, мало? То есть какой процент от всего населения? Ну, я хочу сказать, если сравнивать с другими областями, дети, которые признаны в социально опасном положении, то в нашей области эта цифра выше, чем в других областях. Но наша просто установка такая задача о том, что лучше мы выявим семейное неполучие, поставим этих детей, эту семью на учет и будем с ними работать. Чем неожиданно что-то всплывет нам. Потому что вот та семья, которой показывали сюжет, которая устроила на Сельмаше такой небольшой цирк, они тоже ранее состояли в социально опасном положении. И хочу сказать, что это последствия именно вот декрета 18-го, потому что тоже эту семью коснулся декрет 18-й. Молодая эта мама тоже когда-то ее мать была лишена родительских прав. Поэтому вот такая ситуация. Поэтому постановка на учет и проведение эффективной, неформальной работы с данными семьями. Но вот судя по видео, мы можем сделать вывод, что женщина, скорее всего, находилась в каком-то не совсем адекватном состоянии. То есть, возможно, было алкогольное опьянение, да? Ну, это определяет сотрудники милиции, определяет. Они проводили экспертизу, свое заключение они дадут. Поэтому здесь мы можем просто предполагать, а так все-таки это находится в правовом поле. Поэтому правоохранительные органы расставят все акции. Ну, я просто хотел к чему подвести. Вот алкоголизация в среде подростков. То есть, насколько это действительно бич? И как много преступлений совершается подростками в состоянии алкогольного опьянения? Ну, я думаю, что бич — это не только общество, это бич семьи. Потому что я всегда говорю о том, что мы с самого детства как-то начинаем закладывать детек. Я всегда привожу пример, когда я был в одном из районов города Гомеля, зашел в один из магазинщиков. Передо мной ребята семи-шести лет купили минеральную водичку и купили два одноразовых стаканчика. Я думаю, что же они будут делать? Зачем им стаканчики? Ну, гигиена, наверное, соблюдает. Они вышли, открыли бутылку, разлили водичку и начали чокаться. То есть, это все идет из семьи. То есть, мы сначала отмечаем завершение детского садика, затем начальная школа, затем 9 классов, затем 11. И всегда присутствуют вот эти моменты о том, что... Я не говорю о том, что употребление алкогольных напитков, но вот именно ведется это с детства. Но когда уже исполняется определенный возраст, иногда некоторые родители говорят, лучше пускай он выпьет дома, предлагает шампанское, но с шампанского у нас есть и детское тоже, безалкогольное, которое предлагается детям. Поэтому я хочу сказать, то, что они видят в семье, то, что они видят и в обществе, потому что вот такие случаи, которые происходят у нас в городе Гомеле, они единичны. Потому что у нас есть люди, которые ведут антиобщественный образ жизни, которые постоянно стоят возле этих точек, не работают, они выпивают, но до них просто еще не дошла милиция, не предупредила то, чтобы они совершали вот те или иные виды правонарушения. И вот как часто в состоянии алкогольного опьянения подростки совершают преступление? Ну, я хочу сказать, по статистике, в 2015 году у нас порядка 60 подростков совершили преступление в состоянии алкогольного опьянения. Это то, что было, соответственно, выявлено. Ну, а также подростки задерживаются в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения и также за распитие. И у нас есть соответствующие статьи Кодекса административных правонарушений, по которым привлекаются несовершеннолетние. Но если они не достигли воздействия ответственности, значит, привлекаются их родители. Опять говорится, статистики. Ну, за прошлый год это где-то порядка полторы тысячи подростков, которые были задержаны за данный вид правонарушения. В сравнении с прошлыми годами. Ну, есть рост, но здесь можно сказать о том, что, наверное, активизировалась работа наших сотрудников в милиции. Значит, они лучше профилактируют, потому что выявление, установление – это тоже профилактика. Таким образом, подростки уже не будут появляться и не будут выпивать в общественном месте. Ну, и в продолжение темы профилактической работы давайте посмотрим наш сюжет. 27-я Гомельская школа была построена в 1936 году и получила почетное название первой сталинской железнодорожной школы города Гомеля. Железнодорожная по месту расположения, сталинская по своему уровню. Имя вождя государства должно было на деле демонстрировать преимущество отечественной системы образования. С того времени многое изменилось, однако заниматься профилактикой правонарушений, поддерживать высокий уровень дисциплины здесь стремятся и сегодня. Методы самые разные, начиная от приобщения к общественно-полезному труду. В связи с чем в школе даже специальный экологический проект разработали. Здесь и приобщение к природоохранной деятельности, и решение местных экологических проблем, и раздельный сбор вторичных отходов. Учащиеся младших классов, кстати, в этом деле старшеклассникам ничуть не уступают и очень стремятся быть первыми. Учителя говорят, в этом возрасте очень развиты чувства справедливости и добра, и добавляют, при соответствующем отношении взрослых эти качества можно сохранить надолго. Они хоть и маленькие, но они очень остро чувствуют вот именно вот эту вот несправедливость. Хотя, конечно, они понимают, мы понимаем, что она может быть у каждого своя, но мы стараемся учить ребят поступать так, чтобы заботиться не только о себе, но и о своих товарищах. Для этого нужно иметь доброе сердце, этому мы учим детей. Учителя 27-й школы уверены, главная причина подростковых правонарушений – скука, по причине чего стремятся максимально занять учащихся полезными делами, включая классные мероприятия. Правда, здесь есть одно «но». Можно часами рассуждать с подростками о вреде пагубных привычек, однако если делать это неискренне, то ничего не получится. По сути преступной философии, если ты не употребляешь нами наркотики, то ты слабак, нужно противопоставить философию другого уровня. Я не употребляю, потому что сильный. Мы с ними беседуем, в первую очередь через беседу. Мы с ними обсуждаем, у нас диспуты идут, что хорошо, что плохо. На ярких примерах обсуждаем, если что-то происходит вот в городе, и они высказывают свою точку зрения, к чему это может привести. Впрочем, наркотики и алкоголь сегодня далеко не единственные факторы, которые могут повлиять на поведение школьников. Психологи говорят, что уже в пятых-шестых классах разыгрываются такие любовные трагедии, что Шекспир позавидует. Еще года три назад это было большим исключением. Плюс проблемы в семье и во взаимоотношениях со сверстниками. Подростки становятся необычайно ранимыми, и этот факт взрослым нужно учитывать обязательно. Склонность к риску вообще, она явственно относится к подростковому возрасту. Для любого подростка характерна склонность к риску. Но вопрос в том, как он ее проявит, можно при склонность к риску пойти, ну, там, ну, первое пить, да, закурить и так далее. А можно склонность к риску проявить через спортивные какие-то мероприятия, да, через участие в футбольных соревнованиях, еще в чем-то. И тоже эта склонность будет осуществляться, ну, реализовываться, и тогда, ну, это уже русло такое позитивное, и тогда не будет справонарушений. Тяжело сказать, насколько такая практика распространена в других школах, однако в 27-й большой популярностью пользуется специальная стенгазета, в которой каждый может написать свои желания. Кому-то хочется помириться с другом, кому-то найти человека, который понимает и поддерживает. Против совместного с одноклассниками дела, которое действительно полезно и объединяет, тоже, впрочем, никто не возражает. Акция «С добрым сердцем» была организована с целью помочь детям, для того, чтобы собрать необходимые канцелярские принадлежности, игрушки, вещи, одежду, и передать нуждающимся семьям, семьям, которые оказались в сложной жизненной ситуации или в социально опасном положении. На протяжении трех недель мы собирали эти вещи и передавали детям. И в качестве пуст-фактума сегодняшняя реальность такова, что дожить до школьного возраста получается не у всех малышей. В детской больнице по улице Жарковского в Гомеле без работы врачи практически никогда не остаются. Ответственность некоторых взрослых за своих малолетних детей далека от идеала. И хотя за последние 10 лет ситуация со смертностью и травматизмом в семьях улучшилась, однако до победных отчетов по-прежнему далеко. Проанализируем травматизм. У нас идет в структуре, превалирует. Это асфиксия, то есть удушья ребеночка. Это смерть детей при утоплении в ванной. Это падение, это ожоговые болезни. И, к сожалению, они идут по недосмотру своих родителей. И, к сожалению, в сюжете была затронута эта тема. Мы в последнее время часто слышим какие-то вопиющие случаи. То мать утопит в ванной двоих детей, то в Мозере отец убил тоже двоих своих детей. Вы анализировали, что людей толкает на такие поступки, которые нет даже логического объяснения? Я еще раз хочу повториться, что по каждому случаю я выезжал в Мозель, когда произошла вот эта трагедия. Тоже разбирались, смотрели работу субъектов профилактики. Мы всегда выезжаем совместно с областной прокуратурой. Такая задача, которая поставлена перед нами нашим руководством. Смотрим работу субъектов, что можно было предпринять, что не сделано. Даем оценку работе субъектов профилактики. Ну, хочу вот по тем случаям, которые у нас произошли и в том году, а с 2014 года у нас вот такая ситуация складывается на Гомельщине, когда дети погибают от рук своих родителей. Это город Гомель, это Ветковский район, это вы назвали Мозорский. То, что родители начинают решать свои проблемы, это разводы, это жилье, это другие какие-то причины. Финансовые вопросы. Дети отошли на второй план. И поэтому вот те трагедии, которые произошли, это невнимательность, это, скорее, так могу сказать, безответственность за своих детей. Потому что все вот эти смерти детей от внешних причин, а также все можно было избежать. Ну вот, судя по тому, что эти случаи все-таки имеют место быть, может быть, недостаточно эффективно проводится профилактическая работа. Вот на ваш взгляд, какие формы профилактической работы более эффективны? И можно было бы в большей степени использовать в вашей работе? Вы знаете, что много говорится о том, что мы проводим, но мы должны использовать все рычаги. Мы должны использовать средства массовой информации, мы должны использовать общественность, мы должны использовать различные формы нашей профилактической работы. Но каждому человеку, каждой семье нужно искать подход. Самое главное, чтобы не было формализма в нашей работе. Ну и дело в том, что очень часто слышишь, когда родители на контакт не идут, когда ребенок не идет. Нужно найти, наверное, ключик для того, чтобы открыть дверь, которую перед нами иногда закрывают родители. Для того, чтобы оказать им содействие. Потому что мы приходим для того, чтобы решать ту проблему, которая есть. Потому что работают специалисты, которые эти проблемы видят, и которые могут помочь решить. А есть какая-то здоровая, увлекательная альтернатива улице для подростков? Я считаю, что это занятость. Это полезная занятость, о чем говорили преподаватели этого учреждения образования. Кроме того, это отвлечь наших подростков от социальных сетей. Потому что был недавно видеоролик, когда ребенок начал избивать свою мать, которая отобрала у него любимую игрушку. У нас в Речице тоже был случай, когда ребенок погиб, совершил суицид, потому что мама забрала у нее любимую игрушку, это компьютер. Поэтому нам надо этих подростков, детей отвлечь от социальных сетей и охватить их полезной занятостью. Но отвлечь их можно в том числе и благодаря тому, что в школах работают спортзалы, работают бассейны. Я помню, несколько лет назад очень активно обсуждалась эта тема, что во многих школах просто закрывался спортзал в конце рабочего дня. На данный момент есть такие проблемы? Дело в том, что есть четкая установка. Спортзалы работают до 20.00, до 22.00 они работают для жителей микрорайона. То есть трудовые коллективы, жители могут прийти и также заниматься. А что мешает нашим гражданам приходить вместе с детьми и заниматься в спортзалах? В субботу проводится сейчас огромнейший спектр мероприятий, когда проводится совместно с родителями. У нас, например, есть Мозырский район, когда все мероприятия в школах, в учреждениях образования и не только в учреждениях культуры проводятся с участием родителей. Благодарю вас за беседу. Что бы вы хотели в завершение сказать нашим телезрителям? Ну, нашим телезрителям я хотел бы все-таки сказать, что берегите детей, давайте сохраним им жизнь. Не буду говорить лозунги, но все-таки наше будущее во многом зависит от наших детей. Поэтому успехов, здоровья и всего самого наилучшего. Спасибо. Это был диалог с заместителем председателя комиссии по делам несовершеннолетних Гомельского облсполкома Евгением Миткевичем. Берегите себя и своих детей. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин